Итак, всем привет, с вами Добгай, продолжаем мы нашу партию за США, партию, конечно же, непростую, партию США через абсолютную монархию, автократия у нас с монархией вместе, мы уже сменили, у нас появилась государственная религия, чиновники у нас теперь только потомственные, ополчение пока что оставили, не трогали, ввели мы тайную полицию, чтобы интеллигентов душить максимально, помните, они когда-то были вон 13%, сейчас 7%, и вообще я ввел свободную конкуренцию, хотя можно еще над этим тоже что-то подумать, Здесь аналогично, религиозные школы мы сделали от обычных, и я думаю, знаете, что было бы как бы уместно в таком государстве, индивидуальное медицинское страхование, только богатые все в нашей стране смогут позволить медицину, образование же, я думаю, все-таки надо ставить общее, минимум потому что, ну, мы учим население, то надо верить в нашу общую религию, а вот уже лечиться можно только богатым, далее, думаю, нам бы неплохо еще заберет на критику сделать, Для, так сказать, полного погружения Детский труд, слушайте, в целом, в целом, даже в религиозном государстве, я думаю, можно, в принципе, сделать его обязательно, потому что, опять-таки, они учатся нашим нужным законам, да, но мы над этим еще подумаем А социальная защита нет, не знаем, что это такое Миграция, опять-таки, в теории можно сделать миграционный контроль, я думаю, рабство мы уже в прошлой серии запретили Еще, я думаю, мы начнем наше министерство внутренних дел раскачивать, наша тайная полиция должна становиться все сильнее и сильнее А вот здесь вот мы, кстати говоря, получим уже 25 к подавлению И вот здесь вот у нас еще будет плюс 50 к подавлению, то есть в сумме мы на 75% подавим И думаю, мы так сможем партии просто, ну, в ноль буквально загонять практически Вот Но по целям я тоже думал, что мы можем сделать Во-первых, мы аннексируем Мексику, я думаю, скорее всего, потому что субъекты не очень люблю А так, я думаю, мы бы пошли захватывать Южную Америку, центральную Можно было бы в теории захватывать Северную, но это будет отвратительно абсолютно Потому что Британия будет заходить за каждую страну И при этом они доминионы То есть у меня каждый раз будет перемирие с Британией, чтобы воевать с ними С ними же я при этом в войну заходить не буду То есть, ну, из-за того, что они доминионы, с ними воевать вообще отвратительно Я бы предпочел этого не делать, честно говоря Так что пойдем развиваться вот сюда Господи, как в Виктории 3 выделения не хватает У них, по-моему, во всех играх есть выделение юнитов А здесь юнитов нет, и они убрали выделение Очень, очень неинтуитивно, я бы сказал, для их игр Так что начнем, наверное, с аннекси В Мексике, пожалуй, у нас уже, обещайте, все упало Строим мы также еще немножко секторов У нас все-таки баланс хороший Экономика у нас, несмотря на все Наше чудо отличное И да, поехали Покорять Америку всю Вся Америка должна принадлежать Нашему императору Вопросы все говорят, сможет ли он дожить Да, 60 лет он может жить вполне себе Он может даже увидеть 20 век Другой вопрос, станем ли мы до этого играть Если у вас будут какие-то появляться цели, ребята Обязательно пишите их тоже в комментариях Потому что, ну, у меня пока ограниченные мысли на эту партию Захватить Южную Америку, Центральную, что-то такое Если у вас вдруг появятся какие-то интересные идеи, можете ими поделиться Вот, а мы начинаем Точнее, продолжаем Поехали И слушайте, тут Останинская компания поддержала Мексику Но Мексика сразу после этого отступилась И мы просто взяли и... Так, с Чироки По дороге пускают И да, мы просто взяли и присоединили Мексику Кстати говоря, он начал колонизировать вот здесь всякие острова Потому что, ну, мы же типа Америка Мы должны за тихим океаном следить И, слушайте, ну, поедем дальше просто Я не знаю, а в чем проблема Почему бы и нет А еще, я думаю То, что нам можно было бы включить все эти регионы И вот таким вот образом, да Наверное, стоит построить бюрократии побольше Но... Чуть-чуть попозже, наверное Пока у нас цена еще есть Хочется, конечно, на вот этот институт поднять Но чуть-чуть можем пока потерпеть Кстати говоря, они реально не... Не отступают Давайте-то добавим второй коз с Белли Если они реально не отступят все это время То мы захватим их полностью И да, слушайте, они храбрее мексиканцев Они реально до последнего не отступали Ну и, как можете видеть, в принципе Мы их и захватываем за это Давайте сюда сразу же готовить выставку Проблем у нас с выставкой нету Ну и с лотом их тоже И мы захватываем Сальвадор Осталось лишь дождаться, пока они не сдадутся полностью Потом пойдем дальше на юг И с ним покончено Можем двигаться дальше В принципе, давайте соединим эти территории Захватив Готемалу И эти ребята просто отступились Прекрасно Мы продолжаем наше шествие по Центральной Америке И, наконец-таки, наши богатые могут получить медпомощь Будут теперь у нас они отладиться чуть-чуть получше В целом в лейте Это даже все еще для педных тоже будет выгоднее Чем государственное страхование И теперь надо реально прям заняться, я думаю, бюрократией Бюрократией, ну вроде да И построим мы прям солидное количество ведомств Возможно, еще больше попозже И мы исследовали хинит Теперь нам должно быть доступно в суд записи Конго Но по факту нам нужен западный фронтир И, господи, сейчас придет экспедиция Это просто самая ужасная часть этой игры Но, допустим, тут есть кто-нибудь Кто там... О, исследователи Вот, давайте он поедет Не пускай начали на расслабоне Здесь только Британия может из страшных стран заходить Но даже ее мы, я думаю, не сильно это и боимся Ну и мы без особых проблем кайф пробиваемся здесь У нас все еще армия, кстати говоря, очень маленькая Призывников, конечно, очень много Потому что у нас на призывниках армия основана на оболчении Ну, даже этого хватает, очевидно Чтобы центрально-американские державы захватывать У нас, кстати говоря, тут есть предназначение так называемое А я думаю, а оно мне вообще нужно? Претензии на кучу всего Если я это уже захватил, игра, ты немножко опоздала Как бы я уже все с цитами скоро сделаю Так что, ну, я думаю, нам это уже не сильно интересно Кнопкой ее нажимать, пожалуй, не буду Она нам даст без чести А хотя вроде и не даст Даст плюс отношение с плантаторами Ну, давайте, плевать, окей Контролирует весь регион Ну, возможно, это стоит там надо Чтобы это было или что А, ну надо еще докалонизировать, видимо, всякие территории Окей, это все мы ждем просто пока все это пройдет Я думаю, можно попробовать перейти еще на профессиональную армию Давайте вооруженные силы добавим в правительство Они захотят, да, профессиональную армию Радикализация профсоюзов, плевать Если получится, будет на самом деле приятно Если нет, ну, ладно И мы тут немножко в минус шли по деньгам Но только потому, что мы строили ведомство Ведомство сейчас достроится И мы снова в плюсе Причем в солидном, нормальном Из минуса мы успеем выйти спокойно Приселение дейцев, как обычно Блин, минус 15% Ладно, профессиональной армии не будет Экспедиция, кстати говоря, уже почти закончилась На самом деле, видимо, вообще уже закончилась Так, вопрос к коренным населением решен Так, смотрите-ка, мы больше не задницы Следователь получает А, оно и так было И все, мы сделали Экспедицию на запад Теперь у нас тут Я так понимаю Или еще нет, подождите Нам нужно еще раз это делать Очень непонятно, но допустим Давайте еще раз сделаем, ладно Просто тут есть спор вот этот вот Либо там нужно 2 экспедиции Таким образом делать Ладно, сейчас сделаем еще раз Надеюсь, это позволит нам сделать этот спор В будущем И революцию уже За то, чтобы сохранить нациальное оплачение Ну, так и быть, я его сохраню Эх, не повезло нам Не смогли мы принять профессиональную армию Но, ладно В целом Мы это можем и пережить Так, а здесь давайте Вот, сын, будем покупать Красители Хотя я уже достраиваю Как точнее Начинаю строить собственные Входим также кучу золота в Мексике Потихоньку все больше и больше Так Здесь мы нажимаем Экспедиционные кнопочки Золото прям Давайте, вот сюда выйдем Нужно посмотреть золото Вот оно, без рыночной цены Да Неплохо так мы Дополнительное золото здесь понаходили Этим я доволен Давайте продолжим, в принципе Сюда двигаться Ой, новая граната поддерживает Никарагуа Сколько в новой гранаде стоит Оф? Многовато Чтобы есть их А вот чтобы делать Марионетку Вполне себе Я там, кстати говоря Кто-то спрашивал Зачем делать Марионетку А не Доминион Типа Доминион Тоже можно аннексировать Но он дешевле Нет Стоимость одинаковая 19 здесь 19 здесь Есть буквально Ноль Смысла в этой игре Делать Доминионы Они стоят Абсолютно столько же Затают просто меньше Ну вот он Просто бесполезен Поэтому Ну Обязательно Марионетка Итак Здесь мы захватили Уже Территория И высаживаемся Вот сюда Надеюсь Что здесь не будет Слишком большой гарнизон Так Здесь Все как обычно Вот сюда идем Прогресс очень хорошо Делался Все говоря Везет на ивенты Высадимся сюда Надеюсь Здесь небольшой гарнизон Потом продолжим Все армии сюда Да Здесь гарнизон Действительно Достаточно маленький Сразу всю армию Перебрасываем Вот сюда В надежде Что мы успеем До того Как нас здесь Затролят И закроют С другой стороны Ну и слушайте Битва Так себя Проходит Я еще Пожалуй Вот так вот Сделаю До этого Мы Так не делали И Плантации Строится Но на плантации У нас Честно говоря Нет денег Поэтому Давайте продолжим Строить То за что Собственно говоря Нам платят Так сказать Капиталисты Будем строить Вот эти Тайники Всякие Таким образом Выйдем Некоторые плюсы И потом Когда уже Заработаем Некоторых плюс Начнем Строить Плантации Тоже Рагу Захвачено Так Чудесные новости Регонский путь Еще что-то Нашли Хорошо Так Это Мне Не Сильно Интересно У нас Есть Еще Там Экспедиция А Во время Мир Надо Экспедиция Делать Забавный Факт Ну да Кидать Кидать Там Только Британские Интересы И они Не Сильно Интересуются Своими Интересами А будут Интересовать Россию Францию Австрию И начнут Они Заходить За Всякие Эквадоры Кубы Гаити За То Что Они В Жизни На Сам Деле Не Выходили Так А Здесь Интересно А Ну и Сразу Они Просоздались Да Да Давайте Ко Мне В В В В Начнем Вы Начнем Вот Этого Штук Прекрасного Кто Здесь Мы Тоже Начнем Докрашивать Все Британия Сразу Заходят Что Пропустило Это Ребята Да Протектор Британии Это Что Тогда Интересней Королевство Миски Добавят На Гватемалу Не Оставим Британии Здесь Каких Бас Добавим Здесь На Багамские Острова Вполне Себе Багамские Здесь Еще Есть Ямайка Тоже Давайте Все Вот Это Вот Фиджер Таити Нет А Вест Индия Вполне Себе Бам А Это Что А Это Так Мне Вот Острова Подачи Всякие Были Таити Да 113 Можем Еще Позволить Давайте Все Это Подобавляем И будем Сейчас Выстками Все Это Забирать Хотя Всегда Есть Шанс Что Они Просто Капнут Ну И Нам Я чувствую Надо Сделать Так Потому Что Ну Против Британии Видом Мы На Только Небольшом Регулярном Так С Начнется Нереальная Заруба Я тут Еще Просматриваю Чтобы Меня Внезапно Нигде Не было Генералов Что Не со Все Армии Хотя Такой Есть У меня Один Генерал Вот Этот Вот В Экспедиции Находится В Экспедиции Его Войска Видимо Тоже С Небать 15 Входит Потому Что Их Нельзя Никуда Отправить Ну Мы Ждем Пока На Все Это Да Мобилизируется Что Я могу Сказ Как Б Нам Нужно Просто Ждать Пока Что Британцы Будут Атаковать Вопрос Только Насколько Эффективно Они Будут Делать Ну Там Слишком Больше Поэтому Эффективно Здесь Не Очень Вот Мой Здесь Рейдит Вот Вот Давайте Ага Этот Слот Мы Не Можем Да С Нем Ничего Сделать Давайте Тогда Сделаем Вот Так Это В Новой Англии У нас Там Все Равно Генерал Начали На Расслабоне Сейчас Находится Так Что Давайте Вот Этого Мобилизуем И Им Сразу Пойдем По Островам Собственно Говоря И Домобилизуем Здесь Как Киток Которые Еще Не Не В Бою Тоже Успешно Там Как Это Просто Гигантская Армия Ну Ладно Допустим Отсюда Мы Не Можем Выска Прислать Прикольно Ну Ладно Самое Главное Что Нам Нужно Нам Нужно Сейчас Здесь Повысаживаться Говоря Вот Здесь Мы Можем Перейти В Наступление Уже Я Вижу Давайте Так И Сделаем И Еще Один Высток У меня Готовится Вот Сюда Прям В Остров И Я Еще Наверное Делал Сюда Но Правда Как-то Сильно Большой Генерал Да Давайте Поэтому Подумаем Это Новая Англия Смотрите Это Новая Англия Такой Генерал Огромный Да Реально Давайте Тогда Здесь Сделаем Еще Одного Генерала Поменьше И Вот Ему Давайте Высаживаться Дальше Ну 28 Хотя Так Ну Здесь Вот Нас Пушат Но Мы Сейчас Будем По Целям Войны Собственно Говоря Идти И Должен Стоится Получше Хотя Здесь Нас Душат Все Еще Очень Сильно Итак Технологии Варпа Как Обычно На нашей Стране Британцы Куда-то Потелепортировались Фронт Поломался Везде Но Все Как Как Говорится По Классике И Благодаря Этому Мы Смогли Что-то Вернуть Но Что-то Все Еще Удерживают Британцы И Здесь Мы ждем Пока Челы Все Повысаживаются Господи Это Занимает Так Долго У нас Генералы Почему-то Готовятся По Миллион Лет Ну Ладно Хотя Б Так Здесь Очередной Остров Мы себе Берем Отлично И Здесь В Гатумал Все Еще Генералы Ждут Ну Ладно Здесь Острова Мы Взяли Можем Продолжать Наши Выстки Давайте Сюда Теперь Пожалуйста Спасибо 27 Да 27 Берем Самого Маленького Тихоньку Отбиваем Острова О Выстокать Прошла Успешно Теперь Только Единственный Фронт Объединился Не Совсем Идеал Того Что Я Хотел Но Ладно Пойдет Нужно Продолжать Высаживаться И считать Дальше Давайте Теперь Вот Сюда Сейчас Мы Отобьем Весь Варскор У Британии Оп Сюда Мы Тоже Высадились Тоже Сейчас Все Позахватываем Отлично Я надеюсь Что потихоньку Это начнет влиять Потому что Мы захватываем Большую часть Своих Казусов Белли Верно Давайте Проверим А здесь Все еще Остались Видите Территорию Которую Мы Типа Не Контролируем Потому что Просто Раз Два Три Четыре Пять Большую Часть Мы Сейчас Все Реально Захватим Уже Ну Кстати говоря Люди Хотят Назначаемых Чиновников И вообще Я бы Это Хотел В целом Наверное С одной Стороны С другой Стороны У нас Не так что Есть какие-то Проблемы С налогообложением Так что Пускай Все остается Как сейчас У нас Кстати говоря Деньги Немного В минус Уходят Ну Да Военные Зарплаты Все-таки Жут Неплохо Давайте Тогда Перестанем Экономить Наш Весь Авторитет И Поставим Кучу Интересных Налогов И повысим Обычные И вот Пошло Уже В минус Желание Британцев Воевать Так что Да Варскор Нам Благоволит Теперь С вас Лишь здесь Чуть Додержаться И В принципе Они капнут Единственное Я жалею Что я не Попросил Репарации Опять-таки Ну Окей Потратили Просто Тонну На это Все На это Все Денег Ну Да Экономика У нас Конечно Под ударом Оказалось Проин Жизни Под ударом Я Достел Вот так Чтобы У нас Население Не Загорело Все полностью Деньги Там Еще Вернем А вот Лишних Радикалов Плодить Наверное Не хочется Хоть Правительство У нас Легитимное И то Спасибо Там Честно говоря Вон Юты Захотели Не дать Нам Колонизировать Но Нет Началки Есть Ну Мы их Доколонизируем Все-таки И давайте Британцы Господи Побыстрее У меня Экономика Горит Юта Сдались Ну Пожалуйста Дайте мне Дожить До Плюс Бюджета Британцы Сдавайтесь А что Почему Капать Она Перестала Типа Они Вернули Один Из Миллиона Вещей Что Мы Дохватили Да И Поэтому Больше Вы Не Получаете Варскор Или Что Что Это Забред Ну Ладно Сейчас Будем Высаживаться Снова Типа Чтобы Капал Видимо На Контролирую Сто Процентов Варскор Или Что Статус Кво Блять Ребята Удачи Со Статус Кво У Нас Сигарь Дефолт Происходит Ну Ладно Нормально Можем Потерпеть Потому Что Мы Сейчас Добьемся Британцев Капитуляция Это Уже Вот Вот И Вот Она Война До Дефолта Просто Происходит Ух Это Было Очень Больно Для Нашей Экономики Я Б Сказал Просто Безумно Хотел 13000 Процентов Еще Не Так Но Как Я Думал Но Все Рано Неприятно Нужно Потихоньку Из Этой Подры Экономической Влазить Будет Ну Сразу Ставлю Производство Точнее Постройки Потому Что Постройки Идут Из Инвестфонда Это 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 Можем Позволить Параллельно Но Черт Возьми Как же У нас Экономика Сейчас Пострадала Это Просто Да Это Очень Безумно И Я думаю Даже Нам Знаете Что Нам Придется Делать Нам Придется Скорее Всего Сделать Вот Так Как Меним Потому Что У нас Нет денег Сейчас На Хорошую Армию И Тут У нас Все Движение Просит Профессиональную Армию Точнее Профессиональную Полицию И Знаете Что Это Я бы Принял Как Меним Потому Что Ну Согласитесь Штрафы От Радикализации Вот Снизить И От Беспорядок Точнее Просто Радикализацию Снизить И Уменьшить Беспорядки Ну Полезно На самом Деле Так Что Почему Не Переключиться Туда Тем Более Что Благодаря Поддержке Мы Примем Закон Достаточно Быстро И Наша Экономика Потихоньку Восстанавливается Я Уже Могу На Низких Налогах Сидеть Снова Отлично Я Считаю Так Что Потихоньку Сейчас У нас И Радикалы Будут Уходить А Лоялисты Приходить Благодаря Этим Налогам Сменя Полицию Станет Еще Даже Чуть Лучше И Уровень Жизни Опять Возвращается На Норму Мы Этот Дефолт Пережили Вообще Отлично Я Считаю Тут Еще Очередной Восстал Племенной Минорчик Он Захвачен И Уже Очень Скоро Мы Сможем Доклонизировать Все Кстати говоря Мы Надеюсь В лимите Да Мы Конечно В лимите Инноваций И Да Скоро Не будем Лишнее Инвестировать Сюда Ресурсы Пожалуй И Тогда Мы Построим Эльфову Башню В Нью-Йорке Ну И Заживем Заживем Так точно Шучу Статуй Свобод Ребята Эльфову Башню Мы Украдим Позже Возможно А может Быть И Нет Посмотрим Ее Еще Вообще Нет В принципе В Париже Вот Просто Я знаю Что Ее По-моему Можно Украсть Вполне себе Как Одну из целей Это можно было бы И поставить О Американская уступка Смотрите Ага Все Это типа Родина просто Меняет Ладно Все-таки Не бесполезное Предначертание Было Хотя Эти рецерги Мы реально С этого Не получили Дополнительные У нас Уже Потихоньку Начинает Тикать Вера Самодержавие И народность Ребята Да Это Три слова Которые Характеризуют Нашу Америку Я согласен Кстати У нас тут Видите Споры есть О границах И Да Нам нужно Лучить отношения С Великобританией Чтобы мы смогли С ними Нормальные Границы Сделать Я чувствую Это будет Непросто Тут еще Потом Будет По-похолянски Ладно Нам еще Надо снова Сделать Карту Давайте Что-нибудь Адмиралов Отправлять И как я понял Нам надо Делать Три карты Видимо Айдаха Орегон И Вашингтон Наверное Это так работает Но Это все не точно Конечно У нас там Завершилась Спора Рапс И запись Правда Ничего Не изменилось Как будто Или что Непонятно Сложно было Произойти Не произошло А может Это из-за Того Что мы Как бы Немножко Не классическая Америка В этом случае Думаю Эту серию Стоит уже Совершить Мы Выгрызаемся Потихоньку В Южную Америку Выбили Мы вообще Британцев Отсюда Очень Этот ураг Нам обошлось Ну я думаю Мы сможем Догнать Еще британцев Конечно Они Высоко По экономике Но Мы идем Мы идем Мы обязательно Догоним Так сказать А с вами Был Добгай Подписывайтесь Если вы Еще вдруг Не подписаны Вступайте В группу Дискорд И ссылочка У меня Есть в описании Лайки Комментарии Все как обычно И до скорых встреч Пока